Доброго времени суток, дорогие телезрители! Вы смотрите летний эфир и вместе с вами Виталий Терон. Сегодня секретами стройного тела с нами поделится самый утренний фитнес-инструктор Евгения Гоголева. Почему утренний? Ну, те, кто смотрит нашу утреннюю передачу «Новый день», тот поймет. Итак, Евгения, здравствуйте! Как давно вы являетесь фитнес-инструктором? Фитнес-инструктором я работаю примерно 4 года. И как давно вы уже вместе с нами встречаете это утро? Ой, это утро с апреля месяца, да? С апреля месяца, по-моему, да. От всей редакции и наших телезрителей я выражаю вам большое спасибо, говорю за это. Очень бодро. Вы в основном тренируете, показываете тренировку в стиле зумба, так слышно, да? Немножко не понимаю, я верю, наши телезрители тоже не все знают, что такое зумба и почему сейчас все тренируют в стиле именно зумба. Ну, зумба – это такое направление, ну, это танцевальная фитнес-программа на основе латиноамериканских и мировых ритмов. То есть 4 основных ритма – это меренги, регетон, сальса и кумбия. Это 4 разных стиля музыки, да? Да, разных стиля музыки, они обязательно должны присутствовать в программе, программа примерно длится час, это очень такая эффективная, простая, веселая, интересная программа. Ну, как бы новая, да, в якутске. По-моему, вот год-два уже, наверное, довольно устоялась у нас в городе. И это всему миру так происходит, да? Да. Весь мир танцует под ритмой зумбы. Весь мир танцует под ритмой зумбы. Это, ну, очень хорошая, правда, программа, очень эффективная, девочки очень хорошо худеют. Ну, как бы это и весело, и эффективно. Зумби где-то обучают? Да, я проходила обучение специально в Москве, ну, приезжаю там с Америки, с разных, ну, меня обучала Наталья Булл, ЗС, и вот специально прошла обучение зумба и стронг, второе направление. Стронг? Да. Это? Стронг, стронг байзумба, то есть, и стронг, программу стронг разработали тоже вот именно те, кто вот разрабатывает зумбу, но это уже как бы другая программа, это совсем не танцы, это как бы интенсивная фитнес-программа, силовая, тоже под музыку, это больше на выносливость, на жиросжигание и на рельеф мышц. Я, по-моему, вы во вторник утром показывали, как раз стронг байзумба, и это выглядело, как будто вы тренируетесь боксом. Да, ну, там удары, приседания, бёрпи, там прыжки, для более подготовленных людей, ну, тоже очень эффективная, интересная программа. Ладно, вернемся к тренировкам чуть-чуть попозже. Интересно, вы заканчивали школу и вообще родились в Якутске? Я родилась в Амгинском улусе, там же закончила школу, Амгинскую гимназию. После школы я поступила в Северо-Восточный федеральный университет, в ФТИ, на инженера. Инженера? Да, физико-технический институт. Закончила институт с красным дипломом. С красным дипломом, так. И второе образование у меня экономист, ну, экономика на предприятии. После университета я осталась... А там экономист тоже с красным? Нет. Там был синий? Там был синий. Хорошо. Да. И после обучения вы уже работали по специальности? После обучения, да, я работала в университете где-то полгода. В университете? Да, осталась в университете и потом работала инженером. Инженер-теплотехник где-то примерно год. Ну, мне работа нравилась. Инженер-теплотехник. Инженер-теплотехник. Это по первому образованию, получается, вы пошли работать. Да. Хорошо. И что вы делали? Что делает инженер-теплотехник? Инженер, ну, делаем проекты, там устанавливаем теплощетчики. И что-то пошло не так? Почему вы не работаете сейчас с инженером? Ну, я вообще вот со школы, в школе я занималась танцами, в университете я занималась аэробикой. И после университета пошла впервые в тренажерный зал, пошла одна, начала тренироваться. И как бы меня затянуло, мне это настолько понравилось, что, ну, как бы я в это время занималась чисто для себя. И вот сидела на работе, был обычный график с 9 до 6, я ждала вечера, чтобы поскорее пойти потренироваться. То есть мне это очень понравилось. И вот в 13-м году впервые были соревнования, послевовым видом спорта, гран-при. И решила принять участие, ну, почему бы и нет, да, попробовать себя. Это был мой первый опыт, как бы, ну, заняла не самое первое место. Самое первое? Да. Но мне это очень понравилось. И в тот момент я решила, что все это мое. И получилось так, что после этого я пошла работать тренером. И вот до сих пор работаю. Ну, это, по-моему, не единственный ваш опыт был, ну, не работы, а участия в качестве участника какого-то фитнес-бикини. Конкурса. Да, ну, это был мой первый опыт. Потом я, ну, поставила себе цель, что я должна занять какое-то место, что я буду готовиться, ну, как бы, уже знала, что да как, да. И вот, как бы, готовилась. И в прошлом году летом тоже был фестиваль силовых видов спорта. Там я уже заняла второе место тоже по фитнес-бикини. Уже далеко, уже ближе к первому, чем первая попытка. И в этом году тоже, ну, проводится ежегодно весной гран-при по бодибилдингу и фитнес-бикини. Там заняла третье место. И следующая у вас попытка будет когда завоевать первое место? Не знаю. Ждеть. Будете участвовать в следующем? Пока не планирую. Пока не планирую. Это времени много занимает вообще участие в таких конкурсах? Потому что это, как бы, занимает очень много времени, очень много сил. Надо полностью отдаваться, надо постоянно тренироваться, в те несколько тренировок. Надо очень, как бы, следить строго за питанием. Вот это самое сложное. То есть полностью отказаться от углеводов, даже от фруктов. То есть оставляем только белки, овощи, такое все легко. Сил нету вообще, поэтому работать, а параллельно тренироваться, готовиться, как бы, это очень сложно. И вы это три раза, получается, пережили пока? Да, три раза. И хватило? Да, думаю, да, хватило это, как бы. Ну, может, в следующем году буду уже готовить своих клиентов. На участие, да, как раз таки? Какие-то, может, советы есть для тех, кто собирается принять участие в ближайшем таком-то мероприятии для телезрителей? Ну, надо готовиться заранее, надо до конца идти. То есть это очень сложно, не срываться, следить строго за питанием и строго, ну, как бы, правильно тренироваться. Тогда в любом случае результат будет. Сколько уже тренируешь по времени? Ну, сколько лет ты являешься тренером? Примерно четыре года. Четыре года уже. И какие-то есть любимые упражнения у тебя? Да, конечно, есть, ну, сейчас моя любимая тренировка зумба, но также есть бодискульпт, то есть силовые упражнения с утяжелителями, с кантелями, с бодибарами. А есть нелюбимые упражнения? Я, допустим, вот тоже тренажерный зал, как многие ходили, и я опять не могу приседать со штангой. У вас что? Ой, даже не знаю. Нету особо такого, что мне, да, сильно не нравится. А клиенты, может быть, какого-то у них упражнения есть любимое или наоборот? Кстати, тренируешь только девушек, да? Да, сейчас тренирую только девушек, ну, групповые тренировки для девушек. На похудение, как так и на набор мышечной массы, ну, в основном приходят на похудение. А почему только девушек? Парни не интересуются? Ну, интересуются... Или парней должен тренировать мужчины? Да, я считаю, что все равно все-таки парней должен тренировать парень, мужчины. Но парни, по-моему, тренируют девушек тоже. Да. Несправедливо походит, да? Да, несправедливо. Так, а сколько уже клиентов было или есть сейчас занимается у вас? Сейчас у меня занимается, ну, примерно, ну, больше 100 человек, 150 примерно. Хорошо. У меня небольшое задание есть. Бывало ли такое, что приходилось на ходу придумывать какие-то упражнения для группы, которые, ну, неожиданно вдруг возникли? Да, конечно, бывало и не раз. То есть уже надо знать. Ну, как бы все знаешь наизусть и приходится уже на ходу делать что-то, какие-то давать задания. Хорошо. Представьте, что сейчас нас смотрят телезрители на работе, сейчас у нас рабочее время. И вот эти два офисных стула. И нужно будет показать, какие упражнения можно будет сделать, допустим, в офисе, во время обеденного перерыва, когда кушать не хочется, но есть желание фигуру подровнять. Хорошо. Давайте попробуем что-нибудь придумать. У нас есть на всякий случай еще бутылки с водой, разные граммовки на пол-литра, на шестьсотный литров и на... Давайте начнем сначала. Сделаем со стула. В любом офисе есть стул, поэтому... Так, первое упражнение у нас будет обратное отжимание на трицепс. Трицепс – это у нас задняя часть руки, как бы очень проблемная зона для девушек, поэтому, как бы, такое очень полезное упражнение. Как делаем? Дорогие телезрители, если вы сейчас сидите на стуле, я думаю, можно даже и с кровати такое делать, то присоединяйтесь к нам, обувь спортивная, как видите, далеко не обязательно. Так, отходим руки назад, упираемся, ноги вперед, ноги в коленях сгибаем, носки отрываем, можно вес на пятки, можно полностью ставить, если тяжело, да? Так, ноги вперед, руки сгибаем в локтях, растягиваем, почувствовали растяжку, при выдохе полностью выпрямляем руки. Плавное растянули, вылез. Делаем вот примерно 20 повторений. Главное, полностью растягиваем и при выдохе поднимаемся, полностью выпрямляем руки. Сядем. Какие-то упражнения сидя, может быть, есть? Да. И мне на трицепс. Сидя, давайте, упражнения на мышцы живота. Давайте, это как? Садимся, на стул руки отводим назад, ноги поднимаем и при выдохе приводим колени к себе. В руках не сильно удобно? Да. Три, четыре, пять, пять, шесть, шесть. Тоже дышим правильно, колени приводим, корпус тоже вперед. Тоже очень хорошо работает, выстится живота. Также примерно 20 повторений можно сделать три подхода. Отдыхать между подходами примерно 20 секунд. Хорошо, дальше. И, как бы, самое популярное упражнение у нас приседания. Да, давайте встанем. Ноги к начинке плеч, таз отводим назад, касаемся стула и при выдохе поднимаемся. Как удобно, далеко не надо падать. Сразу ясно, кто приземлятся. Кто, как бы, особо не знает, как правильно приседать, можете сделать таким образом. Таз без напятки, спина прямая, тоже растягиваем долг, поднимаемся, выдох. Здесь у нас работают ноги, ягодицы, переднее и заднее поверхность бедра. Хорошо, я думаю, с этим закончим. Так, я не зря подготовил эти вот бутылки. Их, я думаю, можно использовать как гири. Да. Что можем с ними делать? Давайте сделаем тренировку на плечи. Хорошо, показывайте. Берем бутылки с водой. Первое упражнение у нас будет на средний пучок дельты. Делаем разводку нижней точки. Соединяем руки, при выдохе поднимаем, разводим в сторону. Почти палец смотрит вниз, подтянем локтями, выдох. Фиксируем и медленно отпускаем. Выдох, поднимаем, медленно отпускаем. Как часто вы занимаетесь? Сама занимаюсь примерно 3 раза в неделю, 2 раза максимум вхожу в тренажерный зал. И в основное время каждый день с девчонками все равно приходится заниматься. И сколько нужно заниматься, чтобы держать себя в форме? Ну, вообще, примерно, наверное, хороший результат приходит через 3 месяца. 3 месяца? 3 месяца. Заметная результата. Вот, допустим, я, ну, как бы, типа, в форме себя уже держу. И чтобы поддерживать себя в форме, сколько нужно заниматься? Ну, чтобы поддерживать себя в форме, нужно заниматься, ну, 3 раза в неделю достаточно, чтобы держать себя в форме. Правильно питаться и регулярно тренироваться, чтобы держать форму. Правильное питание – это 70%. Да, я всегда говорю своим клиентам, девочкам, что 70% зависит от питания. Даже 80% может быть в каком-то случае. Дорогие телезрители, еще больше интересной и познавательной информации для спортсменов и тех, кто стремится ими стать. После рекламной паузы не переключайтесь, через 2 минуты мы вернемся. Дорогие телезрители, мы снова в эфире. Итак, мы продолжаем разговоры о спорте. Мы говорим, мы закончили на том, что 70% успехов в спорте и в том, чтобы привести себя в порядок – это питание. Расскажи о основных правилах питания. Основное правило правильного питания – мы должны кушать по чуть-чуть, по 4-5, ну, 4-5 раза в день. То есть не должно быть чувства сытости и не должно быть чувства голода. Ну, это ни у кого, по-моему. Я ни одного человека не знаю, у кого так получится. Я слышал это правило, но 4 раза это нереально кушать. Почему вы это реально? Позавтракали. Завтрак один, хорошо. Ужин второй. Я всегда советую девочкам носить с собой еду в контейнеры. Вот. Выход такой. Чтобы, ну, допустим, не везде можно найти правильную еду, да, зачастую везде фастфуды. Вот. Завтракаем. Потом у нас второй завтрак, где-то к 11, да. Второй завтрак – это хорошо? Да. В час у нас обязательно обед. Непогда не пропускаем обед. Полдень, допустим, перед тренировкой, да, и ужин. Всё. А что кушать в эти, в эти, ну, в это время? Так. Обязательно. Ну, кто хочет похудеть, ну, и даже кто хочет набрать мышечную массу, в общем, кто хочет качественное тело, в первую очередь мы должны исключить простые глюводы. Это что? Простые глюводы – это у нас всё мучное, сладкое, то есть всё, что содержит сахар. Шоколадки, там, попкорн, там, газированные напитки, вот эти национальные соки, там очень много сахара. В одной бутылке примерно стакан. А чуть-чуть можно, вот, допустим, раз в неделю дрожжок мороженого? Ну, да, раз в неделю можно, мы всё равно, люди, нам всё равно хочется чего-нибудь вкусненького. Раз в неделю, ну, так называемый читмил. Читмил? Что такое читмил? Читмил – это когда можно позволить себе съесть что-то вредное. В первой половине дня желательно. Читмил – это раз в неделю, допустим? Ну, раз в две недели. Нет, нет, не раз в день. Хорошо, итак, что вы готовите сегодня с нами? Это на ужин или на обед будет? Сегодня у нас будет такой салат, лёгкий, в такую жиру как-то особо не хочется кушать, но как бы надо, да? Поэтому у нас такой свежий салат из свежих огурцов, куриного филе, там, семена кунжута и соевый соус, перец, соль. Хорошо, с чего начинаем? Давайте начнём с курицы. С курицы надо нарезать будет, да? Да. Ломтиками. Какими? Рецепт простой, у всех есть курица, огурцы тоже достать не проблема. Можно их и в обед, и на ужин, как бы, такой очень лёгкий, полезный салат. Соломкой. Я читал, что вообще курица никогда не бывает вредной для спортсмена, да? Почему так? Потому что... Почему это же тоже мясо? Почему говядина и свинина запрещены? Свинина, как бы, считается очень жирной, а курица – это такое лёгкое мясо, там, белки, ну, как бы, нежирное, некалорийное мясо. Ну, кстати, жеребятина тоже полезная. И морепродукты можно. Морепродукты, допустим, что? Суши можно кушать или суши – это... Нет, суши нельзя, потому что там очень жирный сыр, там рис, там, и всё такое. Мы кубиками делаем или вот... С соломкой. С соломкой, тонкой, да? Ага, тонкой, ага. Хорошо, значит, я всё верно делаю. Так, а как вообще обычно у вас выходит кушать? Сколько раз? Вы все четыре раза кушаете, да? Да, четыре раза кушаю. Завтрак... Завтрак какой? На завтрак обязательно надо кушать сложные углеводы, чтобы была энергия на весь день. Это у нас, это может быть овсяная каша, это может быть, там, можно приготовить, там, смузи. Ну, желательно, вот овсянка, сложные углеводы, либо кашу какую-нибудь, либо, там, овсяный блин, приготовить яйцо, там, с овсянкой. Пока работа идёт, хочу немножко на отвлечённую тему спросить. Вот, работала, получается, ты ещё раз кем? Инженером? Инженером, инженер теплотехник. Инженер теплотехник. И как там, не понравилось тебе работать в инженерном теплотехнике? Почему? Потому что спорно. Ну, вот я начала как раз в то время заниматься в тренажёрном зале, и как бы казалось, что вот, как будто, ну, жизнь проходит мимо, сидишь там с девяти до шести в офисе. Я поняла, что это не моё всё-таки. Я, мне больше нравится двигаться, вот. В режиме не было страшного? Вот, получается, ты стала предпринимателем? Да. Было страшно, конечно. Было очень страшно. Везде на это тема для предпринимательства. Я долго думала. Так. Потому что это же всё-таки, ну, такая ответственность для уйти с работы. Конечно. Долго думала, но, как бы, я считаю, что, ну, случайности всё-таки не случайно. И, ну, был такой момент, ну, такая ситуация, что, ну, мне пришлось всё-таки уйти с работы и стать тренером. Да. Это как? Не рассказываешь? Ну, жизненная ситуация такая произошла. Не поделишься с нами? Да, в то время вот мои знакомые открыли фитнес-студио и вот позвали меня туда работать. И вот всё-таки решилась. Вот это, вот такие вот ситуации решают бросить работу. И не было страшного? Ну, ты говоришь, было страшно, да? Было страшно. Первое время фитнес-тренеры, ну, как, зарплата была такая же, как на работе или меньше больше? Меньше, зарплата была меньше, но, как бы, у меня есть ещё хобби. Я занималась шарлаком, то есть я закончила художественную школу, я очень люблю рисовать, поэтому... Ну, красный диплом в художественной школе, и там такого нет. Нет, там такого нету, там был аттестат. И очень люблю рисовать, и, как бы, занималась шарлаком, ну, гель-лаки, рисовала на ногтях. Ну, как бы, это был дополнительный зарплата. Хорошо, курицу мы, думаю, не сделали. Так-так-так-так-так. Салат, надеюсь, мы успеем сделать. Так, давайте дальше идём. Дальше огурцы. Огурцы, давайте по один огуречек сделаем, чтобы недолго это всё было. Так, берите. Как режем огурец? Так же. Салом. Не кругляшками, да? Всё ломко. Хорошо. Так, на чём вы становились? Так. Ага, вот. Ну, занималась ещё шарлаком и тренировала. Вот. И это не мешало другому, одну другому? Нет, не мешало. То есть, у меня в субботное время я делала шарлак и, как бы, тренировала. Ногти всегда, значит, у вас в порядке. Ну, да. Ну, сейчас особо как-то времени нету на это. Хобби, кстати, есть какие-то, кроме шарлака? Ну, особо у меня сейчас времени нету, тренируясь, сама тренируюсь. Так, приходится, заканчивается весь день. Так. Потом я вот отучилась в Питере на инструктора, инструктор универсал групповых программ. И вот, как бы, потом вот месяц, ну, после Нового года отучилась вот на инструктора по зумбам. И вот где-то в феврале открыла свою студию. И вот сейчас там. Бывает, иногда люди жалуются, что, ну, допустим, у меня такая, типа, такой тип фигуры, которая не позволяет, допустим, набрать вес или, наоборот, скинуть. Такое вообще случается или это все зависит? Такое случается очень часто, кто-то, кому-то очень сложно набрать мышечную массу, да. То есть это не просто отмазки, да? Да, это не просто. Ну, бывает и те люди, которые, некоторые люди просто ленятся, некоторым реально сложно набрать, либо похудеть, да. И им просто, ну, результат будет, если очень захотеть, но им надо уже, как бы, стараться больше работать два-три раза. Понятно. Обычно людям. Звучит грустно. И у них питание другое, наверное, должно быть, да? Да, питание должно быть. Больше жиров, углеводов. Так, дальше что делаем? Дальше мы просто добавляем соль, перец, кунжут и соевый соус. Хорошо. Так, я вот перемешаю, перемешаю. Перцы и соли на вкус. Есть какой-то запрет на соль, на перец? Ну, а как бы солить по вкусу, слишком острые все равно нельзя кушать, потому что это вредно. Соль задерживает воду и, естественно, исключаем майонез, там всякие вредные соусы. Сейчас летом шашлыки кушают, шашлыки запрет, да? Да, потому что это свинина, можно шашлыки готовить и из куриного свинина, получается очень вкусно, очень даже вкусно, ничем не хуже. И вы вот на шашлыке, допустим, ездите, и там вы кушаете только вот куриные шашлыки? Да, кушают только куриные. Отдельно вот все кушают свинину и отдельно уголовку фитнес-тренеров. Да, заставляю покупать и курицу, и свинину. Фитнес-тренеров у нас в городе, по-моему, стало достаточно много, вот за год, за два. Да, очень много сейчас фитнес. С чем это связано? Ну, просто мода, как бы, ну, не то, чтобы люди начали следить за питанием, следить за фигурой, ну, это очень хорошо, это очень радует, поэтому, как бы... Вы сейчас кунжут, кстати, насыпали же, да? Да, кунжут. А потом добавили соевый соус. Добавили соевый соус, примерно одну ложку. Одну ложку соуса. Одну ложку соуса, кунжут по вкусу. Соевый соус разве не жирный? Ну, он не жирный, можно чуть-чуть позволить себе в первой половине дня. Первой половине дня? Ну, он же не жирный, лучше, чем майонез кетч. Хорошо. Что-нибудь еще нужно сюда? Посыпали у нас уже салат. Все, ничего больше не надо добавлять. Такой очень вкусный получается, легкий вкусный салатик. На ужин, на ужин. Я еще ингредиенты для коктейля подготовил, но, я думаю, в следующий раз мы уже его сделаем, поэтому давайте. Хотел попробовать этот вкусный салатик. Я человек далеко не самый спортивный, поэтому, я думаю, могу сейчас и позволить. Итак. Пробуйте. Хорошо. Кстати, такой вопрос. На вечеринке ходишь, в ночные клубы? Ну, я очень люблю танцевать, я могу иногда выйти в клубы танцевать, но, как бы, сигареты, алкоголь... Вот так, вопрос такой. Сигареты, алкоголь, это плохо для спортсмена? Это очень плохо, потому что это вредно для дыхалки. Допустим, те, кто курит, они, ну, как бы, им дыхалки не хватает обычно. Ну, вообще, что полезного? Алкоголь, допустим, очень вредит здоровью, то есть, допустим, очень мешает добиться желаемого результата. Угу, угу. Как бы, допустим, если ты хочешь либо похудеть, либо потянуться, либо набрать мышечное масло, вам надо обязательно отказаться от спиртых напитков. Кстати, покажи мышцы. Бицепс есть? Настоящий? Настоящий. А когда самый пик был? Это после первой, наверное, когда на первой... Самый пик, я считаю, моей формы, да, был в этом году, весенний сезон, гран-при. А, ну да, получается, вы же призером в Тесталии. Ну, всегда держать себя в такой сухой форме, это нереально, потому что питаться все время вот таким вот, это как бы нереально. Несмотря на то, что это очень вкусно, ну, действительно, я так представил себе, кушать каждый день одну курицу с огурцами, это не каждый сможет. Это надоедает, поэтому... Какие-то есть советы, у нас буквально одна минута осталась, для наших телезрителей, как держать себя в форме, ну, и не мучаясь при этом? Ну, всегда, ну, обязательно надо придерживаться питания, не пропускать тренировки, несмотря на жару, ходить, заниматься, не пропускать и, как бы, найти себе мотивацию и, как бы, идти к цели не останавливаться. Большое спасибо, Евгения, что вновь приняли нам настроение, поделились этим интересным рецептом, салатом. Дорогие телезрители, не пропускайте тренировки, занимайтесь спортом, или, по крайней мере, смотрите нас по утрам, и пускай не каждый день, но тренировки вместе в Евгении и Гугле вас ждут, поэтому всегда держите на готове спортивную обувь. Ну, вот, дорогие телезрители, наш шеф подходит к концу. Большое спасибо, что были с нами. Мы уходим, встретимся с вами в этом же самом месте, в это же самое время. Всего хорошего, удачного рабочего дня. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»